Простота — это то, что труднее всего на свете, это крайний предел опытности и последнее усилие гения. Ни один представитель нашего поколения, который не был коммунистом или бросившим школу в 30-е годы, не стоит выеденного яйца. Лучшее лекарство против гнева — отсрочка. Из любви без сожалений, хоть добро пропадет впустую. Из любви не жалею, хоть возврата не будет никогда. Женщины не способны постичь, что существуют мужчины, к ним равнодушные. Готов ли ты к прыжку? Да, я готова к прыжку. Никогда не смотри назад. Загляните глубоко внутрь себя, и вы найдете нечто удивительное. Кто-то хочет, чтобы это произошло, кто-то желает, чтобы это произошло, кто-то заставляет это произойти. Риск — это функция того, насколько плохо стратегия сработает, если произойдет неправильный сценарий. Мнение каждого одинаково важно, и я чувствую, что у каждого должна быть возможность высказаться, и у каждого должна быть смелость высказаться. Если хочешь жить, оставь наследие, оставьте в мире след, который нельзя стереть. Отсутствие прямого запрета вполне можно считать своего рода разрешением. Только после рабства и тюрьмы может прийти самое сладкое чувство свободы. Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве. Мы играем в дружбу, делая вид, будто не замечаем, как нас друг другу тянет. Непрерывное совершенствование лучше, чем отложенное совершенство. Возраст — это проблема разума над материей. Если вы не возражаете, это не имеет значения. Если вы продюсируете фильм, вы вовлечены во все аспекты фильма. И это может быть пугающе. А затем пойти и сняться в фильме, где вы просто актер по найму, и вы можете как бы сидеть с ложа, руки и хихикать, где можно увидеть, как кто-то сидит там, тратит время и тратит деньги. Любовь — это пространство и время, отзывающиеся болью в сердце. Окончательная мера человека — не в том, где он находится в моменты комфорта и удобства, а в том, где он находится во время испытаний и противоречий. Чем богаче мы стали материально, тем беднее мы становимся морально и духовно. Мы научились летать по воздуху, как птицы, и плавать по морю, как рыбы, но мы не научились простому искусству жить вместе как братья. Жизнь — красота. Восхищайтесь ею, жизнь — любовь. Наслаждайтесь ею, жизнь — трагедия, преодолевайте ее. Вы можете никогда не узнать, к каким результатам привели ваши действия. Но если вы ничего не сделаете, результатов не будет. Если вы хотите ценить солнце, будьте шахтером, ценить землю, быть моряком и жаждать свободы, жениться. Некоторые люди настолько слабы, что, увидев молоток, тут же превращаются в гвоздь. Мысли — всего лишь приправа к душе. Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Не спрашивай, кто я, и не проси меня оставаться прежним. Ни один человек, несомненно, как и я, пишет, чтобы не иметь лица. Мы не могли уберечь каждый водопровод от взрыва и каждое дерево от выкорчевывания. Мы не могли предотвратить каждое убийство рабочего в саду или семьи в их постелях. Но в наших силах было установить высокую цену за нашу кровь, цену слишком высокую, чтобы арабское сообщество, арабская армия или арабские правительства сочли ее стоящей оплаты. В наших силах было заставить арабские правительства отказаться от политики силы по отношению к Израилю, превратив ее в демонстрацию слабости. Не секрет, что мое сердце повреждено. Все лечения и лекарства не помогали. Когда человек начинает жалеть себя или придумывать оправдание своим неудачам, он начинает постепенно умирать. Пусть царит свобода. Солнце никогда не заходило над таким славным человеческим достижением. Настоящий лидер использует каждый вопрос, каким бы серьезным и деликатным он ни был, чтобы гарантировать, что в конце дебатов мы станем более сильными и сплоченными, чем когда-либо прежде. Чем выше идеал, тем больше псов его облаивают. Ненависть без жажды мести есть семя, упавшее на гранит. В вашем успехе всегда есть то, что не нравится вашим лучшим друзьям. Счастье находится там же, где находитесь вы, где вы там и счастье. Оно вас окружает, это естественное явление. Оно точно как воздух, точно как небо. Если вы настоящая принцесса, будьте осторожны, обычно, когда вы целуете принца, он превращается в лягушку. Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Любят все, но мучатся не в равной мере. Есть такие, которые мучатся особенно. Их-то и называют любящими. Чем сильнее чувство, тем мощнее страдания. Как мясорубка, которая переламывает кости, жилы, мясо, убивая душу. У соседской коровы и вымя кажется крупнее. Недоброе всегда быстрее доброго. Река истины протекает через каналы заблуждений. Если вы любите цветок, не срывайте его. Потому что, если ты его поднимешь, он умрет и перестанет быть тем, что ты любишь. Так что, если вы любите цветок, пусть это будет. Любовь заключается не в обладании. Любовь заключается в оценке. Мудрый человек всегда встает на сторону тех, кто на него нападает. Он больше, чем они, заинтересован найти в себе слабое место. Демократы наказывают достижение и наказывают успех и говорят, что это неоправданно, несправедливо и может быть связано с мошенничеством и скандалом. Они клеймят успех, потому что их избиратели, люди, которые не могут этого добиться. Демократы удостоверились, что они даже не хотят пытаться. Прогресс общества – это главным образом улучшения положения рабочих всего мира. Я верю в чудеса, особенно которые связаны с большими страстями. Если человек очень страстный, обладает большой силой, он способен на чудеса. Есть люди, которые в это не верят, живут непонятно по каким законам без чудес, и это жалко. Ты когда-нибудь чувствовал, что тебе не хватает того, кого ты никогда не встречал? Помните, всегда делайте все возможное. Никогда не унывайте. Никогда не будь мелочным. Всегда помните, другие могут ненавидеть вас. Но те, кто вас ненавидит, не победят, если вы их не ненавидите. И тогда ты уничтожаешь себя. Джентльмены всегда остаются в меньшинстве. Это их привилегия. Идя по жизни, мы вдруг обнаруживаем, что лед у нас под ногами становится все тоньше, и видим, как вокруг нас и за нами проваливаются под него наши сверстники. Никогда не пытайся переупрямить кота. Настоящая отвага может быть только перед лицом страха. Если ты ничего не боишься, то как твои поступки можно назвать храбрыми? Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая цитата вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.